Современный триколор стал настоящим символом нации. Он постоянно поднят на всех зданиях госучреждений. В обязательном порядке белосиний-красный флаг развивается на спортивных мероприятиях. Не прочь россияне использовать государственную символику и в быту. Последнее исследование в ЦИОМ показало, что делать это готов каждый второй. Число тех, кто желает вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с такой символикой, выяснили социологи, растет с каждым годом и их число приближается к 50%. Патриотичная молодежь выбрала свой оригинальный и даже стильный способ признания любви к родине. К примеру, девушки сменили популярный френч на маникюр с орнаментом триколора. Особый пик активности такого дизайна на ногтях пришелся на время проведения сочинской олимпиады. С таким маникюром красовались не только болельщицы, но и сами спортсменки. К слову, чтобы получить желаемый рисунок, необходим лишь один инструмент – кисточка. И, как выяснилось, для мастеров просьба сделать маникюр-флаг России уже не редкость. На самом деле это пользуется популярностью, особенно в дни государственных праздников, День России, День флага, как, допустим, сегодня. В первую очередь это патриотизм, любовь к родине. Конечно, меня это очень радует, потому что я сама патриотка. Я с удовольствием соглашаюсь и поддерживаю в таком дизайне нарисовать триколор. Ярые болельщики и фанаты России уверены, сидеть на спортивной трибуне без олимпийки с триколором совсем не патриотично. Ну а для самих российских спортивных команд костюмы с изображением флага – спутник всех важных побед. В Сочи в честь Дня флага прошли не спортивные, но праздничные мероприятия, причем во всех районах курорта. В центре вечернее празднество должна была предварить ярмарка ремесленников, продемонстрировать хендмейд-изделие. Во всей красе помешала погода. И все же, несмотря на дождь и выпавший с утра смерч, отменять ничего не стали. Как сказали сами мастера декоративно-прикладного искусства – из-за чувства патриотизма. Даже независимо от того, что идет дождь, настроение все равно веселое. Любая символика российская, то бишь флаг, герб, гимн, всегда вызывает чувства такие романтические, что ли, вот именно патриотические и весело, и немножко грустно. Люблю, в первую очередь, свою страну, как это ни странно звучит, вот, но на самом деле мне нравится здесь жить. Вот, флаг свой, естественно, тоже уважаю, обожаю. День российского флага не является выходным, и, наверное, поэтому для многих остается неприметным. Но по традиции к празднику приурочена масса мероприятий. Их главная цель – рассказать о важности и значимости символов России. Что же касается самого триколора, то историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета. По одной из версий, белый символизирует благородство, синий – честность и верность, а красный издавна символизировал силу и мощь российского государства. Напомню, российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым «Орлом» был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Законным же отцом триколора признан Петр I. Сам же праздник, день российского флага, берет начало со времен так называемого августовского путча. В Москве в 1991 году над зданием правительства на смену красному советскому флагу подняли «Триколор». Ранним утром «Триколор» подняли и жители Адлера. Местные коллективы творческой самодеятельности плясали под народные мотивы и пели на заданную тему. Оттуда же стартовал «Мотопробег». Инга Габеш и Алексей Давыдов, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.